День ВДВ для Бреста день особенный, ведь именно 2 августа город над Бугом становится в буквальном смысле десантной столицей. Всегда, чтобы повидаться с друзьями, вспомнить счастливые армейские годы, приезжают тысячи гостей. Дресс-код остается на протяжении десятилетий неизменным. Это голубой берет и полосатая тельняшка. Исследуют этому дресс-коду не только десантники. За долгие годы празднования Дня ВДВ локальное в своем роде торжество переросло в большой городской праздник, попасть на который спешат все, от мала до велика. Ведь именно здесь можно познакомиться с современным вооружением белорусской армии, оценить мощь настоящих боевых машин и даже попробовать на вкус солдатский обед. Женя, открывай ротик. Вот так, молодец. Самая вкусная солдатская каша. Мнение о том, что бывших десантников не бывает, в этом году голубые береты подтвердили еще раз, введя новую спортивную традицию. Своеобразным марш-броском военнослужащие разных лет ознаменовали начало праздничного дня. Восьмикилометровый маршрут протянулся от парка воинов-интернационалистов до ворот 38-й бригады. Наши обряды объединяются, хотя я с 5-й бригадой, но поддержал 38-ю, потому что это их инициатива была. И чувствуется, что на гражданке мы единое, целое. Подавно сложившиеся традиции официальные мероприятия прошли на плацу части. Здесь в торжественной обстановке заслуженные награды получили наиболее отличившиеся военнослужащие. Лучшие в боевой подготовке, мудрые наставники молодого пополнения. Летописцы новой истории соединения с легендарным прошлым и большим будущим. Это мужественные, крепкие духом, благородные люди. И я горжусь тем, что мы учились друг у друга все эти годы. И как только наступает праздник День ВДВ, я всей душой здесь. Развернутая и обширная учебно-материальная база обеспечивает плановый всесторонний поток военнослужащих. Особенно большое внимание уделяется в силах специальных операций физической потопки. И введение новых объектов, как зал рукопашного боя, спортивный зал, комплексный, позволит военнослужащим постоянно заниматься и совершенствовать свои навыки. Бесспорно, одна из самых ярких и интересных составляющих мероприятия – так называемое показательное выступление. Лучше один раз увидеть, уверены брестские десантники, демонстрируя публике слаженное исполнение различных упражнений. Отточенный шаг и неукоснительное следование ритму и такту показали гостям соединения представители роты почетного караула и их юная смена, учащиеся средней школы номер 35. Своим творчеством порадовал брещан военный оркестр. Теоретические и практические навыки ведения специальных операций гости праздника также смогли увидеть прямо со зрительских площадок. На территории за плацом была разыграна ситуация с использованием технических средств защиты. Но на этом программа не завершилась. Впервые на плацу подразделения был исполнен необычный вальс. В ритме танца здесь закружились знаменитые автомобили «Урал». Но, несомненно, главный сюрприз праздника остался традиционным. Своё отточенное мастерство рукопашного боя, а также выдержку и в буквальном смысле нечеловеческие способности продемонстрировали военнослужащие разведывательной роты. Такой высокий уровень подготовки сложно было бы представить без специальной материально-технической базы, которая сегодня существует на территории части. Хорошим подарком для брестских десантников стало открытие после капитального ремонта спортивного комплекса. Осуществление плана реконструкции здания – это результат тесного взаимодействия местных органов власти и Министерства обороны Республики Беларусь. Комплекс отвечает всем международным требованиям и может принять в своих стенах единовременно порядка сотни военнослужащих. Однако спортивные рекорды невозможны без правильного питания. В этом году в части появилась и хорошая столовая. Кормят здесь, как признаются сами военнослужащие, хорошо. Меню голубых беретов насыщенное и разнообразное. Столовая очень даже отличная. С домашним только салатом, в принципе, борщи даже очень вкусные. Бывает с капустой нормальный борщ. Мясного много дают, в плане рыбы тоже часто. День ВДВ является профессиональным праздником, который отмечается во многих странах постсоветского пространства. История этого рода войск овеяна славой, пропитана патриотизмом, который передается военнослужащими из поколения в поколение. Здесь чтят традиции, здесь сохраняют историю. Здесь, благодаря наставлениям командиров, появляются настоящие защитники своего отечества. Уверенные в себе, сильные духом, настроенные только на победу. В первую очередь армия – это школа. Школа будущей жизни, которая учит также дисциплине, выносливости. Праздник замечательный. Командование 38-й молодцы, все десантники молодцы. Особое спасибо бойцам, которые все показывали. Самый лучший праздник в году. Ждем его целый год. Достроение вот такое. Это наша школа. Она нас воспитывала, поэтому наши корни здесь. Школа жизни. Это сила, мужество, отвага и достоинство. Общение с людьми. Учит многому в армии. Ценишь людей, ценишь дружбу. Вот это главное. Дружба ВДВ, сплоченность коллектива, потому что ВДВ – это отличные ребята. Когда в жизни постоят друг за другом, даже когда бы не было плохо. Пускай на гражданские нам было плохо. Мы позвоним друг другу, приедут, все равно помогут. Анастасия Ноздрин, Плотницк, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.